Добро пожаловаться! Вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос. У меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Добро пожаловаться». Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Каждый понедельник мы встречаемся вот в этой студии виртуально. В последнее время все больше виртуально. Для того, чтобы люди могли обратиться с непонятными вопросами по коммунальному хозяйству. А отвечает на эти вопросы председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Также у нас на связи бывший руководитель Ригас Намупарвальдникс Айварс Гонтаревс. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. И тоже бывший председатель РНП, но сейчас возглавляющий, зампредседателя Ассоциаций управляющих Латвии Эрвин Страупе. Не знаю, подключился, не подключился, но, в общем, будем надеяться, что, может быть, по ходу программы примет участие в нашем разговоре. Телефон, еще раз я напомню, 6212-939-6213-939, телефон, куда вы можете присылать ваши сообщения, 2-3-0-6-1-9-1. Кстати, вижу я, что пришло, значит, сообщение нам с просьбой прокомментировать. Сейчас скажу, что здесь вот долги по домам, будут ли списаны долги по домам, которые образовались, я понимаю, ну вот, начиная с марта, банки в односторонном порядке смогли списать ипотечные долги 3 тысячам жителей, сформировавшиеся во время финансового кризиса 2008-2009 года. Вот об этом сообщает пресса, и общая сумма долгов составила 100 миллионов евро. По подсчетам Банка Латвии и Латвийской ассоциации финансовой отрасли, в Латвии около 13 тысяч людей могут претендовать на такого рода погашение долга, и общий объем задолженности составляет 600 миллионов евро. Вот люди волнуются и спрашивают, действительно ли такая вот ситуация может произойти, что людям спишут или не спишут эти долги? Ну, это политическое решение, списывайте или не списывайте, как мы знаем и помним, что и эти долги банкам, это было политическое решение, и правительство таким образом разрешило списать эти долги. То же самое, если смотреть, например, по каналу и Рига Силтумсу, ну, если вот такое политическое решение будет, тогда они смогут это сделать. Пока места такого политического решения нет, просто так долги списывать нельзя. Это гласит закон просто. Да, Сергей, вы слышите нас? Как вы меня слышите? Здравствуйте. Да, прекрасно слышно, все в порядке. Вот пришел вопрос от слушательницы по поводу списания долгов еще за 2008-2009 годы. То есть, ожидать ли такого рода и списание долгов, и то, что 13 тысяч человек претендуют на это списание долгов, насколько это, ну, вот, реальные цифры? То, что сегодня было объявлено, что там списали порядка трех тысяч долгов в банки, это надо понимать, что это долги невозвратные, которые невозможно взыскать. И это, собственно говоря, благотворительность государства по отношению к банкам, ни к населению, ни к должникам. Потому что банкам позволили списать эти долги, которые должны были быть причислены вообще-то к прибыли, из них должны были быть заплачены налоги, списать без последствий финансовых для банков. Говорить о том, что это очень хорошо для населения, ну, это ни о чем не сказать. С другой стороны, непонятно, почему такая поблажка банкам, если они выдавали бездумно залоги под залог имущества, который не покрывал займ. Ведь не надо скрывать, что в 2006-2008 году шла вакханалия выдачи кредитов под любые условия, под любые доходы, под любую стоимость квартиры. И это выдавались громадные кредиты. То есть банки сейчас выиграли, а что произойдет с жителями, я не знаю. На самом деле, в итоге банкам эта тема больше неинтересна. Государство, скорее всего, оно тоже неинтересно. А долги за коммунальные услуги, которые повисли за этими квартирами, остались на собственников квартир, домов, в которых эти долги были созданы. Вот мое видение. Ну, здесь, Сергей, тоже мы, наверное, в очередной раз можем убедиться, насколько вот по фактам банковский лобби, насколько он сильнее всего остального. Несмотря на то, что есть другие отрасли, такие как поставка коммунальных услуг, тот же самый Рига Суденц, Рига Силтумс. И долги жителей, ни одна из этих сфер не была задета. То, как только вот сфера банков, и это что им позволяет? Это позволяет им, как Сергей правильно уже упомянул, не делать накопления для плохих клиентов или для дебиторов. И плюс, как Сергей уже упомянул, это прибыль. Также налог на прибыль они должны были платить, и от этого они тоже в этот случай уходят. Но если мы сравниваем с другими сферами, тогда непонятно, почему вот одной сфере, которая является частной, то есть это не государственная, не самопределительская компания. Частная сфера, которая сами смотрит свои риски, под какие условия выдавать кредиты клиентам. Когда банки начали выдавать вместе с ремонтом, вместе с мебелью, и 105, и 110 процентов от стоимости квартиры, ну, это была как бы их и должна оставаться их проблемой. А это перенеслось на каждый из жилых домов, поскольку если в доме был один такой почечный кредитор, тогда это задело всех. Так как банки на аукционе по закону, на законных основаниях забирали все, откладывали реализацию аукцион, как мы все помним, да, и потом забирали все, и здесь получается банк, и забрали все, как частная компания, скажем так, да. И еще из того, что не забрали, им разрешили списать. А дома-то эти долги никто не списал. Здесь опять мы видим не симметричность законодательства, не какую-то вот хармонию, да, в законах. Если есть позволено одному списать, ну, так давайте тогда всем будем списывать, да, и не будем мучить остальных соседей в этом доме. У нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Доброе утро. Вот я хочу немножко прояснить ситуацию, что все-таки люди не понимают, как бы, о каких долгах банков идет речь. Дело-то в том, что банки, как бы, все годы, я не знаю, десятками лет были упровергированы ситуацией по сравнению, скажем, с СИА. И они на все эти плохие кредиты, да, согласно там указаниям в ТТК, должны были делать специальные накопления. И на эти накопления, вот не надо было так сказать, они шли на расходы, как обычные расходы. Если там вот СИА сделал накопление, то на эти, да, увеличиваются облагаемые доходы, то есть, ну, предприятие теряло. И банки уже давно списали, как бы, на расходы все эти кредиты, потому что это требования. Но они их держали за балансом, то есть пробовали так, ну, как сказать, взыскать через 5-10 лет. Так вот, может быть, фактически это значит, что, ну, списали с небаланса, да, ну, что не будут больше взыскивать. Вот это ситуация. Так что, а сейчас никакого там решения правительства не нужно было. Банки сами уже имели право, и давно уже эти старые долги списали. Спасибо. Я, в общем-то, не уверен, что списание долгов с баланса банка отзывает возможность взыскивать этот долг. Исполнительный лист? Нет, нет, могу подтвердить эти два разных процесса. Один это финансовый, то есть то, что произошло, а другой это юридически. Юридически не означает о том, что будет прекращена взыск от жителей. Между прочим, если любой исполнительный лист, каждые 10 лет он может быть возобновлен, и он действует 10 лет, возобновляется и идет дальше. Так что, на самом деле, здесь говорить о том, что это в благо жителей, ну, я бы совсем не стал. Еще хочу сказать, при этом поставщики коммунальных услуг тоже не пострадали. Ведь и силтам, и вудинс сегодня требуют собственников квартир полную оплату. Неважно, кто и по какому поводу был должен, все это зафиксировано. То есть фактически весь этот вот законопроект или эти законы, которые приняты, они гласят одно, кто-то должен платить, а кто собственник квартиры. Все, точка. Так что здесь никаких иллюзий на сегодняшний день о том, что кто-то кому-то чем-то поможет, не будет. 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9 в телефоны в нашей студии. Вот еще один вопрос нам пришел по, я так понимаю, по WhatsApp. Вот вопрос заключается в следующем. Потолок арендной платы 4%. В прошлый четверг, 10 декабря, депутаты СИМа поддержали в первом чтении разработанный Министерством юстиции законопроект, который должен изменить регулирование разделенной собственности. Какие-то детали могут еще измениться, но концентуально закон одобрен, и потолок арендной платы определен в 4% в год от кадастровой стоимости земли. Вот срок давности по требованиям в рамках отношений землепользования будет истекать через 3 года. Ну и вот спрашивают, просят прокомментировать тоже вот эту новость. Ну, наверное, начнем с тем, что все время на этот вопрос смотрят совсем с другой стороны. Смотрят, и борьба все время идет на счет процентов ставки. 4, 5, 6% по закону и по судам всякие есть решения вынесены. С ПВНом и без ПВН. Но эта процентная ставка применяется к кадастральной стоимости. Это является базой, от чего дальше считают. Почему-то никто не задумывается о том, что в случае, если есть земля, кому-то другому, на которой находится дом, это отягощенная недвижимость. И здесь сама кадастральная стоимость должна бы быть другая. Такая, какая была бы по определению всем недвижимости, которые отягощены. Я очень глубоко в этом вопросе его разучал, в том числе встречался с кадастровой службой. И по мнению их методистов, наверное, так правильно будет назвать, у земли, на которой находится многоэтажный жилой дом, у него стоимость наивысшая. То есть по сделкам ее сравнивают с теми пустыми земельными участками, например, в центре или еще где-то, где можно построить многоэтаж. Рыночная же цена такому земельному участку, конечно, рассчитывается с количества этажей, которых на ней можно построить. То есть она высокая. Из этого мы получаем высокую базу, от которой мы там сейчас боремся в конце за проценты. Сколько это будет? Четыре, пять, шесть. Ну какая разница, сколько? Если не поменять саму базу, это, скажем так, уродство своего время в законодательстве, которое было принято, оно не изменится. Вы можете там сломанные ноги шлифовать, что вы хотите, она будет сломанная. От этого ничто не поменяется. И здесь то же самое. И это одно решение. Нет, даже политикой мне нужно принимать. Это просто разрешить и признать о том, что, ребята, ну если у тебя земля, но на ней находится к нему другому принадлежащее здание, значит, твоя земля отягощена, значит, ее картостеральная стоимость не там 100%, а такой земли, которая пустая, там 25 или 30%. Вот и все. Ну вот почитайте, тогда вы будете платить, как квартира владелец, там одну треть из того, что вы платите сейчас и не будет этой борьбы 4, 5 и так далее процентов. Потому что, ну, сейчас гоняет эти проценты. Насколько они справедливы, ну, в конце концов, наверное, суд решит. С другой, с точки зрения, если смотреть с точки зрения землевладельцев, ну, тогда они с этих 4% сейчас должны заплатить налог, 1,5% и у них остается 2,5%, которые они могут платить арендную плату. Но это, опять-таки, это, ну, не с того конца вообще вопрос решает. А есть надежда на то, что вот этот вопрос удастся с правильного конца каким-то образом подвигнуть, и кто заинтересован в том, чтобы вот этот вопрос не решался как можно дольше? Землевладельц, потому что, как мы знаем, если смотрим структуру землевладельцев под многоэтажными жилыми домами, это уже давно не наследники исторических владельцев, а это специально организованные структуры, которые, ну, вот, занимаются и хорошо на этом зарабатывают. И пока вся эта неясность, пока всякие запятые, пока вот мучаются с тем концом, сколько будет процентная ставка, тем дольше все, весь этот бардар продолжается, тем это выгоднее им, и тем это не выгоднее владельцам квартир. Да, и еще раз-таки, поставив это на более правильное русло, то есть определив правильную катастроэльную стоимость, 25-30 процентов, почему я настолько уверен, потому что, еще раз-таки, я разучал этот вопрос, смотрел, за какие суммы происходят реальные сделки, за какие суммы скупают эти земляные бароны, вот эти земли, да, это 25-30 процентов было, это факты, это исторические факты, все могут про это убедиться в записях земельной книги. И если поставить базу, от которой считают эти проценты, вот такую, никакая она является сейчас, у землевладельцев появится мотивация продать эти земли владельцам квартир или кооперативам, или товарищам и так далее. Ну, во всяком случае, появится мотивация продать. Сейчас мотивации продать нету, потому что закон что гласит? Если владелец земли обратился к жителям дома, и они сказали там нет, мы непосредственно каждый не хотим платить, тогда по закону, в законе это право прописано, землевладелец обращается к домоуправлению, и иск поднимает не на товарищество, не на каждого жильца, а на домоправлении. Опять же, у нас какая-то одна сфера, выделенная со всех остальных, где они как поставщик, скажем так, услуги, они же арендуют землю в каждой квартире, и они не должны выписывать каждому владельцу счет, они не должны каким-то образом работать с иском насчет каждого, они просто обращаются к домоуправлению. И эти два фактора ведут к тому, что сама система, система в системе, кто является пунктом силы, пунктом силы, это тот пункт, где находятся деньги, где находятся деньги у земляных баронов, они и командуют парадом, ну, давайте признаемся, если столько долго ничего политики толком не могут решить, значит, ну, они дергают за нитки видимых и невидимых политиков, и эти законы принимаются именно в таком русле. Ну, смотрим же по фактам. Еще добавлю немножко, если можно. 6% годовых сегодня, это значит, что за 17 лет собственники квартир полностью гасят, возобновляют стоимость кадастровую, потому что 6% на 17 лет, это больше 100% от кадастровой стоимости, это раз. Второе, что значит 4%? 4% это не 17, это 22-23, ну, 25 лет будем говорить так. То есть, несколько медленнее происходит восстановление капитала, это раз. Второе, Айвер абсолютно прав, что такое проценты? Проценты, можно сказать, и два, только весь вопрос так, 2% от тысяч или 2% от миллиона. Совершенно разные, ну, суммы, которые платятся. Справедливое решение вопроса, я бы сказал так, справедливое решение вопроса могло бы быть сегодня одно. Пока здания стоят, право собственности на землю сохраняется за земельным собственником, но пока здания годных эксплуатаций, собственники земли платят только налоги и содержат этот земельный участок в порядке. Вот закончится срок службы здания, получи свои права собственности и распоряжайся как хочешь. То ли продавай собственникам квартир, то ли выгоняй их и строй на этом месте что-то новое. Никакого другого особо справедливого решения я не вижу, потому что все сейчас скромно замалчивают, что эту землю люди получали по 50 центов за квадратный метр кадастровой стоимости. И все эти наследники, не наследники, а владельцы, не владельцы не вложили ни копейки и сегодня она составляет это 50-70 евро на среднее поведение за квадратный метр. Ну, неплохо. Поэтому на самом деле справедливое решение вопроса такое, лишить прав собственности нельзя, но и надо сделать так, чтобы он и не получал доходов, пока не сможет вступить в реальные права собственника, когда он будет нести не только получать прибыль, но и ответственность за землю. Сегодня собственник земли не обязан ее убирать, не обязан восстанавливать дороги на ней, не обязан восстанавливать коммуникации, которые к ней принадлежат. Он ничего не обязан. Он не обязан, как я вам сказал, администрировать вообще арендные процессы. Он ничего не обязан. Он обязан получать деньги. Точка. И еще заплатить налог. Ну вот тут и как раз пришел вопрос, что это такое? Теория заговора, пишет нам слушатель, вот с этими владельцами земли, почему никак не удается действительно это земельное лобби победить? Я отвечу на этот вопрос. Заинтересованные в том, чтобы ситуация продлевалась, есть это собственники земли, а заинтересованных в том, чтобы эта ситуация прекратилась, это собственники квартир в виде организованной силы. Нету. И поэтому так и будет продолжаться, потому что на самом деле есть одностороннее лобби с одной стороны. Собственники квартиры до сих пор не смогли создать никакой существенной организации и не могут не оказать никакого ни давления, ни лоббистской работы. Мы просто-напросто как жертвы сидим и нас клюют. Простыми словами, что это? Это сила денег. Как вот в случае с банками это сила больших денег, так и сила вопроса с земляными баронами. Это сила денег. И правильно Сергей указывает, что а что противоставить этой силе денег? Другую силу денег нельзя, потому что в одних руках, как в случае с банками или в случае с земляными баронами, уже не сконцентрировать такую силу денег и не противоставить им. Что можно создать? Можно объединяться людям, можно создавать ассоциации, товарищей, жильцов и так далее, владельцев квартир и так далее. Организация должна быть большая и сильная, чтобы они своим голосом привлекали внимание, чтобы их слышали. И тогда политики будут бояться, будут бояться тянуть время, потому что они очень большие мастера. Мы выйдем по коммунальной сфере откладывать, перекладывать бумажки, двигать по комиссиям и так далее. Мы это видим по нашему закону, по вопросу по взыску. Насколько это можно растягивать? За четыре года всего лишь два чтения прошли. И еще будут тянуть. И еще через какое-то время это все станет только в силу. И, конечно, сила денег сейчас выигрывает в одни ворота спортивной аллегории. И пока мы не объединимся каким-то образом и не поставим противовес что-то этому, этот бардак будет продолжаться. Это не только касается денежных вопросов. Вот наш упомянутый вопрос про мусоропроводы, например. Он в прошлой неделе поступил уже на голосование в Monoballs. Я могу только приветствовать эту инициативу, потому что пока мы говорили каким образом это правильно его поставить, вот кто-то из активистов уже поставил. И вот я могу только всех радиослушателей тоже призывать распространять эту информацию, посмотреть, что конкретно предлагается и проголосовать. Это одна из платформ, каким образом, какой-то конкретный вопрос может быть решен. Но здесь Сергей Ачон говорил о том, что нужна организация, которая вот в сеть такого рода вопрос, который касается жильцов квартир, владельцев квартир, которые бы объединяла в одно общее и уже через одну такую единую платформу бы защищала и продвигала какого-то рода законопроекты или интересующие вопросы. Потому что еще раз, на данный момент против силы денег, той же самой силы денег коммунальных поставщиков, нечего выстроить напротив. Никто не стоит более какого-то образом громкий, большой, многочисленный, кто бы мог бы сказать, ребята, вы не правы. Давайте здесь вот рассмотрим оба стороны и по тем же договорам коммунальных поставщиков, по срокам оплаты. Да, ну, множество вопросов по списанию долгов. Тут вопросов очень много, которых нужно решать. И пока не будет такой организации, но самое, все будет скидываться на самое слабое звено в системе. Самое слабое звено в системе это владелец квартиры, потому что в законе прописано, за все подписан он. У нас. Есть положительный, очень хороший пример в Эстонии. Мощная организация собственников квартир, большое количество членов, и за счет этого, во-первых, они могут юридически подкрепить свою работу, потому что лоббистская работа или, скажем, доказывание своей правоты или неправоты в государственных институциях требует особого языка, чтобы тебя понимали. Нельзя там прийти вот на таком бытовом уровне разговаривать. Это раз. Во-вторых, у них, давайте не забывать, что все мы избиратели. В чем преимущество еще ассоциации собственников квартир? Все-таки вот монобал, СЛВА, я тебе скажу, есть немаленький дефект, там могут участвовать только граждане. Значит, значительная часть собственников квартиры или существенная часть собственников квартиры выпадает из этого механизма. Через ассоциацию могут реализовать свои, скажем, желания и потребности именно собственники квартир, независимо от половой, там, не знаю, политической и какой угодно принадлежности. Эстонцев то же самое происходит. У них, у ассоциаций есть группа друзей ассоциаций в их парламенте, которая внепартийная. Там порядка 30 членов парламента просто-напросто создали такую группу, которая тесно контактирует именно с ассоциацией и фактически через нее происходит обсуждение и лоббирование всех необходимых вещей. Поэтому эстонцев и законодательство гораздо более хорошо скомпоновано. Ну, там даже мы в открытую, наверное, когда с ними встречались, сколько их было? и ассоциация около 10 тысяч владельцев квартир она объединяет, да, Сергей? Правильно помню? Ну, более тысячи домов, более, несколько тысяч домов. Да, даже больше. И, ну, чтобы просто вам было понятно, ради, слушать, они решают, за кого будут голосовать коллективно, кто из политиков был, правильное решение принимал по отношению к сфере, которая вот затрагивает всех жителей, о которой там думал о чем-то своем, да, и это сила, если это такой вот электоратор, который уже внутри себя решает, вот, этот политик правильно работает во благо жителям, а этот не во благо, ну, тогда политики понимают, что они своим объемом голосов могут многое, что сделать, и тогда их боятся, и тогда их прислушиваются, и тогда вот такой рода ситуации, как в Латвии, что в открытый мешок деньгами может решить все, что угодно, но, наверное, невообразимы в Эстонии. У нас есть звонок, здравствуйте, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Человек, ну, наверное, просто долго висел на линии, наверное, ну, положил трубку, ну, а вот, получается, еще один просто пришел вопрос, у нас письменный, спрашивают, но, с другой стороны, ведь Сейм, это ведь тоже объединение, ну, как бы, депутатов, которые избирались гражданами, которые являются домовладельцами, почему все-таки вот Сейм не защищает права, почему люди не могут голосовать за тех депутатов, которые действительно каким-то образом обозначат свою позицию вот по этому вопросу? Можно голосовать, кто из них обозначил свою позицию по этому вопросу. Максимум, что я слышал, это я слышал о том, что мы будем решать вопрос раздельной собственности. Мы будем решать. Как? В чью пользу? Нет, но они решают. Ладно, Сергей, ну, давай посмотрим последние выборы в Рыжскую думу, да, политики же как? Они видят вопрос, которые востребованы в обществе, и они просто в своих программах прописывают с этой приоритетностью, которые вот важны жителям прописывают в этих своих программах. Да, важен РМП вопрос, будем бить РМП, да, ну, и что? Ну, вот произошли выборы, ну, вот мы все были свидетелями всего этого бардака, который здесь происходил и будет происходить, да, ну, ничего не понимать. Вопрос в чем? В том, что вот то, что радиослушатель задал, когда идет выбор из Сайма, это интерес всего государства. В государстве очень много всякого рода сфер, вопросов, которые нужно решать. Из этого нет фокуса на коммунальную сферу. Нет фокуса. Нет фокуса ни у одного политического объединения или какого-то рода другого объединения, где бы фокусировались именно на коммунальной сфере. понятно, есть здравоохранение, здесь излы, типа, есть, да, и так далее, но нету фокуса на коммунальную сферу. Ну, коммунальная сфера нас всех касается, полностью, каждого жильца. Каждый, мы где-то живем в каком-то доме, или там владелец, или арендатор, каждый, мы оплативаем счета, там, электроэнергия, газ, тепло, вода, вывоз мусора, но нету фокусированной какой-то группы, которая бы заботилась про это. Из этого вот Эстония поступила по-другому, да, они вот сделали, во-первых, объединение людей, и потом уже эти люди, они уже выдвигают своих представителей, ну, или голосуют за тех политиков, которые заботятся про эту сферу. Из-за этого получается специализация какого-то рода вот сил, которая именно устремлена на то, чтобы решать эти вопросы. Извин Сергей, я тебя перебил, наверное. Я нет, я просто хотел сказать, что на самом деле наивно думать, что те люди, которые избираются в СИЭМ, они готовы там решать всякие вопросы. Но все-таки есть генеральная линия, есть потребности государства, и задача каждой группы населения создать свою ассоциацию по интересам либо по потребностям, и потом настойчиво, нудно и долго работать с этим органом. Потому что так на хапок, давайте завтра объединимся 120 тысяч человек, придем и скажем дай нам то, но ничего не получится. Это очень долгая работа, это раз. Второе, у людей была какая-то надежда, что кооперативы каким-то образом защищают их интересы. С этого года кооперативы стали коммерсантами, и нас уже никто не воспринимает как представителей собственников квартир. Вы, ребята, коммерсанты с особой формой организации труда, представлять собственников квартиры не можете. Поэтому я еще раз могу сказать, всерьез надо думать о том, если кто-то хочет, чтобы вообще, при том, что у нас деформированная структура собственности, у нас очень большое количество квартир находится в квартирной собственности, нужна мощная лоббистская организация, которая может быть построена только на основе ассоциации собственников квартир. Но я еще раз, я приводил пример не раз, в Риге порядка 240 тысяч квартирных собственностей. Если все дружно вступят и будут сделать членский взнос по одному евро, это уже можно нанять целую бригаду юристов, которые за дня в день и журналистов, я извиняюсь, привлечь на эти деньги, чтобы за дня в день толкали этот вопрос и показывали всю, ну, скажем так, необходимость изменения каких-то законодательных. Я думаю, что тогда бы все удалось. Еще один, успеем, наверное, принять звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Этот человек дозванивается и молчит. Еще у нас, по-моему, были некоторые вопросы письменно вот нам задавали, но вот я пока разбираюсь вот с этими вопросами. Да, спрашивает вопрос о воде. Мы платим за воду, это понятно, но 85% воды поступает обратно к поставщику. За что же мы платим? Вот такой... Какой воды поступает обратно? Грязной, которую нужно очистить? У нас, вообще-то, сточные воды никто, по-моему, назад в оборот не пускает. Вот та вода, которая выстекла из вашего крана, она уходит в канализацию и после этого вычисны и в природу, она не возвращается назад в оборот. У нас нет такой технологии. Тогда нужно иметь в домах технический водопровод, как это у некоторых странах, питьевой и технический водопровод. Это разделять надо и тогда можно каким-то образом после очистки воду возвращать назад. Сейчас такого нет. Поэтому... Это не обоснованное. Мы платим за то, что мы получаем воду, это раз, и второе, мы платим за то, что мы потом за очистку той воды, которую мы слили в канализацию. Возвращаясь, может быть, вот еще один вопрос, ну, который немножко подвис, мне кажется. Сколько процентов собственников квартир должны проголосовать за выкуп земли для того, чтобы это решение вступило в силу? Здесь должно быть стопроцентное или... Сто процентное. Это очень сложный процесс. Кстати говоря, он не решен государству, потому что это общая часть имущества, и его там оформить очень сложно, потому что нужно заключать не только принимать решение, но одновременно писать договор какой-то о делении и увеличении идеальных долей и деления и так далее. Поэтому на практике то, что я присутствовал при выкупе земли обычно выкупает землю Бедвиба. И она и уже в Бедвибе в документах решении тогда можно решать 51% голосов, и второе тогда в Бедвибе просто сразу в земельную книгу записывается отягощение, что Бедвиба отчуждать эту землю можно только при стопроцентном согласии всех собственников квартиры. Таким образом страхуется, потому что сегодня вот так вот цивилизованно купить коллективом землю это с ума сойдешь. То, что я хотел вот добавить, что если непосредственно покупать тогда, тогда каждый должен выкупить свою долю, но можно обойти это, вот как Сергей уже подсказал, через Бедвибу, что создается Бедвиба и земля выкупается на Бедвибе. Тогда хватает 51%, но нужно понимать, что деньги нужно собрать в 100%, и участвовать нужно будет тогда. Всем уже так и это. Не может ли быть так, что, например, один человек выкупает давать у Бедвиба эту землю, то есть они выкупят ее, но путем арендной платы. Так что в чем смысл выкупа? Самое главное, ты избавляешься от пожизненной арендной платы, сохраняешь за собой право на землю, и через какое-то время, я не даром сказал, при сегодняшних 6% мы за 17 лет выкупаем эту землю, уже оплачиваем ее стоимость, то есть выгоднее платить процентов 18 вместе с кредитами, 8 кредитами по банку и получить эту землю в собственность через 17 лет. Еще одна очень важная вещь, все это время информация кадастральная не актуализировалась, потому что землевладельцы, которые не заинтересованы актуализировать все, как находится под этой землей, какие отягощения, какие трубы там происходят. От этого зависит кадастральная стоимость. Мы только что проходили в одном адрес такой процесс, и стоимость земли кадастральная упала на 30%. Почему? Потому что была произведена актуализация. Актуализацию земли кадастральной стоимостью может произойти только владелец. То есть владельцы квартиры это не могут сделать. Это может сделать только владелец земли. А поскольку он не заинтересован в снижении этой базы, про которую мы говорили, которая высчитывается потом аренда и плата, они это не делают. И вот Бедриба уже может сделать, заказать земельные службы актуализацию кадастральной стоимости. Приходят инвентаризаторы, они смотрят, что под землей, какие отягощения. И в 99% там падает кадастральная стоимость на основании этих данных, потому что они прорисовывают четко, где дороги, сколько все защитные зоны, каждой коммуникации. И из-за этого и это будет выгодно жильцам, поскольку у них налог из-за того, что база будет меньше, тоже будет меньше. Пришел вопрос. Не может ли Бедриба обмануть владельцев квартир? Можно, но все. Это, скажем так, понимаете, вопрос такой, что ну можно, но может ли, можно ли, не знаю, обмануться в чем. Но вопрос заключается немножко в другом. Для того, чтобы Бедриба обманул, допустим, в покупке земли, если правильно принимается решение собственника о покупке с отягощением, то не может. Просто-напросто не пройдет. Поэтому здесь в данном случае при работе с любыми организациями есть две вещи. Есть юридические механизмы страховки, и это первое. И второе есть механизмы контроля. Если вы их правильно используете, то все у вас будет хорошо. Ну а так, ну если вы хотите быть обманутыми и надеетесь на хорошее честное слово, ну вы будете обманутыми. Я извиняюсь, не новогоднее поздравление совершенно прозвучало. Все-таки хотелось бы ближе к концу поздравить всех с наступающим Новым годом и сказать, что не все уж так плохо, по крайней мере, на сегодняшний день. Пока у нас не закончилось время, внезапно тоже хотел бы воспользоваться моментом и пожелать всем хороших праздников, с наступающим, и, наверное, пожелать взаимопонимания, взаимопонимания между вашими членами вашей семьи, а потом уже дальше с соседями, с Домом правом, всеобщее взаимопонимание, чтобы у нас было и тогда и дела будут делаться, и все будет проще и легче. Спасибо большое. Тоже поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. В следующий раз мы встретимся в 2021 году и, конечно, хочется обращаться к нашим слушателям и сказать, что пишите, звоните, мы будем рады ответить на ваши вопросы. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко и Айврос Гонтарев, бывший руководитель РНП сегодня отвечали на ваши вопросы и до встречи в новом году. До свидания. До встречи. До встречи. Радио Болтком. Виа СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, до встречи.